МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика» в студии Татьяна Трофимова. И сегодня в нашей программе. На праздник с подарками. Накануне дня рождения Новочебоксарска в городе появились новые объекты. Из Чебоксар с любовью. Специально к форуму России «Спортивная держава» почта выпускает новые открытки. Красота для всех. В художественном музее прошел мастер-класс для незрячих детей. День открытий. Сегодня в Новочебоксарске многодетные семьи отметили новоселье. А воспитанники спортивной школы испытали современный стадион. Накануне дня рождения города-спутника здесь даны новые объекты. Дмитрий Ковалев продолжит. Не забывая о давних традициях, счастливые новоселы приходят на праздник вместе с домашним питомцем. Правда, переступить порог кошка решается не сразу. Но стать героем теленовостей животному все-таки пришлось. Ведь поздравить новоиспеченных хозяев лично приехали не только градоначальники, но и глава региона. Накануне дня рождения города квартиры в этом доме получили две многодетные семьи. Супруги Аверкиевы переехали в Чуашию из Удмуртии пять лет назад. Все это время им приходилось снимать жилье. Конечно, очень тяжело снимать квартиру с седьмью детьми. И я думаю, это очень большая радость для нашей семьи. И деньги, которые будут оставаться в семейном бюджете, дети подрастают, идут учиться, расходы растут. Это очень большая поддержка. Большому и дружному семейству вручили ключи сразу от двух благоустроенных квартир. Теперь тесниться не придется, своя комната будет у каждого ребенка. Мебель сюда намерены привезти в самое ближайшее время. Девочки в семье их пятеро твердо решили, что будут проживать на втором этаже. Ну, я думаю, что с девочками поделимся. Наверное, будем в той квартире, да. А здесь все остальные. Некоторые семьи боятся. У меня даже мои же друзья говорят, как у вас в такой большой семье. Это, наоборот, очень здорово. Мы постоянно время проводим вместе. Очень рады, что вообще есть друг у друга. Вообще, отметил Михаил Игнатьев, самый молодой город республики развивается на глазах. Скоро в Новочебоксарске появится новое производство, а вместе с ним и рабочие места. Это производство эко-клинкерной плитки. Это испанцы совместно с нашими предпринимателями организовали производство. Практически аналогов в Российской Федерации нет. Все государственные программы на уровне Российской Федерации, на уровне Чувашской Республики, направлены на стимулирование, прежде всего, рождения детей. Это тоже подарок для новочебоксарской молодежи. Современный стадион в городе Спутники построили в рамках федеральной программы развития футбола. Новое поле с искусственным газоном станет хорошей тренировочной площадкой для воспитанников местной спортивной школы. Здесь обучаются более 300 детей, и большинство из них увлекаются футболом. В спортивном зале ребята тренируются только зимой. До наступления холодов юные футболисты гоняют мяч на уличных полях. Современный стадион для воспитанников школы – долгожданная мечта. Она сбылась. Теперь от ребят ждут больших побед. Это первый стадион в Новочебоксарске, такого класса. Большой стадион имени Николаева у нас с естественным покрытием. С настоящим газоном. А это искусственное, оно нужно. Круглый год на нем можно тренироваться. Вода уходит, хороший дренаж. Новый стадион одними из первых испытали футбольные команды спортивной школы. Сегодня здесь был проведен товарищеский матч. А выходные на новой площадке дадут массовый старт кросса нации. Еще один подарок юные футболисты получили на долгую память. Мяч с автографом главы республики они пообещали поставить на самое видное место. Митрик Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. Из ряда вон. Вся общественность обсуждает случай в Комсомольской средней школе номер один. Напомню, учительница младших классов в течение двух лет издевалась над своими воспитанниками. Уполномоченный по правам ребенка в Чувашии назвал случай возмутительным. И пообещал разобраться, почему в течение двух лет никто не получал тревожных сигналов. Вячеслав Рафинов также высказал мнение, как можно предотвратить подобное явление. Новый закон об образовании, который вступил в силу в сентябре 2013 года, говорит о том, что образование – это единый процесс воспитания и обучения. Поэтому воспитание в школе – это на первом месте даже в законе. Чтобы таких случаев не было, прежде всего, наверное, нам нужно самое серьезное внимание обратить на подбор кадров. Кто будет работать с педагогами в школе, кто будет работать с воспитателями, как в дошкольных учреждениях, так и в школах. Наверное, на эту работу не должны идти люди, которые не любят детей, которые не могут найти общий язык с детьми и с их родителями, с другими людьми. При наборе студентов от педагогических вузов, наверное, нужно учитывать их психологические особенности абитуриентов. И набирать не только по оценкам, которые у них по баллам ЕГЭ или по оценкам в аттестате, но и вот таким чисто по человеческим качествам способны они работать с детьми или нет. Как научить ребенка, лишенного зрения, видеть прекрасное? Могут ли незрячие люди понимать и ценить изобразительное искусство? Ответы на эти вопросы получила наша съемочная группа, побывав на необычном мастер-классе в художественном музее. Третьеклассники из школы для слабовидящих в музей ходят регулярно. Сейчас их пригласили познакомиться с новой экспозицией, посвященной 80-летию художественного училища. Незрячим детям разрешают то, что категорически запрещается всем остальным посетителям – трогать руками полотна, гладить скульптуры, ощупывать изделия декоративно-прикладного творчества. Автор проекта Людмила Кадикина каждый раз убеждается – эти ребятишки – самые благодарные зрители. Подлокотники, но еще хорошенько почистили и лаком покрыли, поэтому тебе так приятно гладить. А еще и можно создать свою собственную осень. Фитодизайнер Татьяна Боярская не первый год мастерит с ребятами такие симпатичные вещицы. Зимой они плели рождественские венки, сейчас делают осенние открытки. Незрячие дети прекрасно знают цвета. Ну, обычно мы создаем ассоциации. Трава зеленого цвета, солнышко желтого цвета, небо голубое. И только так, наверное, притягивая это к какому-то предмету, создавая ассоциацию, мы даем им ощущение цвета. Осень на открытке получается узнаваемый. Красный разлапистый лист, пушистый плед, теплый бок, мурлыкающие кошки – что уж тут непонятного. И зрение здесь играет далеко не первую роль, ведь у человека целых пять органов чувств и любовь к прекрасному. Елена Гальперина, Александр Петров, Республика. В Национальной библиотеке открылась выставка под названием «Чудо-яблоко». На ней любители фрукта могут узнать о различных его сортах, способах выращивания, а также проконсультироваться со специалистом по любым вопросам из области садоводства. На выставке побывала наша съемочная группа и узнала много интересного. Подробнее в следующем сюжете. Представители Союза садоводов и огородников Чувашии решили организовать выставку самого любимого и распространенного фрукта в России. Тема актуальная. В связи с санкциями и эмбарго с прилавков исчезают различные сорта яблок. Но российские садоводы ничуть не обеспокоены. По их словам, нужно всего лишь чуть-чуть терпения и любви, и никакие продовольственные коллизии не страшны. Если кто-то посмотрел хорошо нашу выставку, вот у Николая Порфирьевича Иванова есть богатырь сорт, весом 670 грамм каждое яблоко. Это не чудо разве, это основное чудо нашей Чувашской республики. И самое главное, оно хранится целый год. Не менее интересен сорт, который вывел учитель труда одной из школ Маргаушского района. Он сумел привить на грушу яблоко. И теперь в один год дерево дает плоды яблока, а на следующий год груши. Словом, если нужны консультации или помощь, обращайтесь к нашим садоводам, и тогда у вас яблоку негде будет упасть. Екатерина Абрамова, Регина Кубайкина, Андрей Шоклих, Республика. Исполнилось 100 лет со дня рождения Семена Федоровича Сайкина. В 1967 году он встал у руля вновь созданного Чувашского госуниверситета. В память о нем в ВУЗе собрались студенты и все, кто был знаком с первым ректором ЧГУ. Семен Федорович был очень доброжелательным человеком. Никогда не повышал голоса, никого не ругал. Старался развивать сотрудничество с другими ВУЗами. Обладал большим организаторским талантом. Кроме того, был депутатом Верховного Совета СССР. Хочу сказать, что глубоко символично сегодня, в этом году, отмечать эту дату очень серьезную, круглую, как я сказал. Потому что за время работы ректора Семена Федоровича подготовлено 14 тысяч специалистов с высшим образованием для всех отраслей Чувашской республики, народных хозяйств и Советского Союза. Сегодня мы можем сказать, что университет подготовил 100 тысяч специалистов. 100 тысячный университет закончил университет в этом учебном году, в прошлом учебном году. История Семена Федоровича Сайкина. Семен Сайкин вошел в историю Чуваши и как ученый. Его основные исследования касались теоретической механики. Все, кто знал Семена Федоровича, очень тепло отзываются о нем и о всей большой и дружной семье Сайкиных. Сыновья пошли по стопам отца. Кстати, на вечер памяти Сергей Семенович Сайкин, профессор кафедры высшей математики, пришел со своим внуком. Возможно, и он станет продолжателем такой уважаемой в республике династии. Анастасия Лангина, Александр Петров, Республика. В августе этого года в рамках проекта по обмену открытками со всего мира была отправлена 25-миллионная почтовая карточка. Среди них могут быть и открытки с чувашской тематикой. Их недавно выпустил республиканский филиал Почты России по просьбе местных посткроссеров. Серию решили продолжить. Вскоре появятся открытки на спортивную тему. Их напечатают к форуму «Россия – спортивная держава». Встреча космонавта Андриана Николаева на малой родине, первый троллейбус в городе Чебоксары, девушка в национальной одежде. Все это изображено на открытках, посвященных юбилеям Чуваши и ее столицы. Жители и гости республики уже оценили нововведение. Поэтому идею Министерства информационной политики о выпуске открыток к спортивному форуму Почта России поддержала и объявила конкурс на лучший эскиз. Конкурсантов не ограничивали. Главное, чтобы рисунок подходил по формату. Чтобы любому человеку было, во-первых, приятно эту открытку в руки взять, приятно ее отправить по России кому-то близким, чтобы она такая неформальная была, открытая, душевная открытка. И с другой стороны, чтобы вызывала открытка желание заниматься спортом, физической культурой. Уже завтра конкурсная комиссия отберет лучшие рисунки, затем их отредактирует, разместят логотипы форума и отдадут в печать. Почтовые открытки можно будет купить в отделениях почты и на площадках форума. А 9 октября, в день открытия спортивного мероприятия, на открытки и письма, отправляемые из города Чебоксары, поставят отиск с символикой форума. Праздничный штемпель будет действителен лишь один день. Проблема подготовки кадров стоит сегодня достаточно остро во всех сферах. Поиск настоящих профессионалов порой затягивается на годы. Поэтому продвинутые предприятия выбирают другой путь. Готовят будущих работников еще с учебной скамьи. Одно из крупнейших предприятий Элара с этой целью открыло новые мастерские на базе Чебоксарского электромеханического колледжа. Сюжет об этом смотрите далее. Мы продолжим тему сразу после выпуска новостей в программе «По существу». Смотрите, как правильно представить себя работодателю и как руководителю не ошибиться в подборе персонала. Я же с вами прощаюсь. До завтра. Завод Элара и Чебоксарский электромеханический колледж – стратегические партнеры еще с 1970 года. На предприятии трудятся более 500 выпускников ЧМК. И их сотрудничество на этом не заканчивается. Год назад при поддержке Элары на базе колледжа был открыт Центр подготовки рабочих и специалистов по производству и обслуживанию высокотехнологичной электроники. Тогда появилась первая мастерская по подготовке монтажников радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Сегодня новыми классами занят весь второй этаж производственного корпуса. Основной центр сосредоточения сегодня, вот электротехническая промышленность, он находится здесь, у нас с вами, в городе Чебоксаре. Поэтому перспективы у колледжа, перспективы у вас, студентов, очень большие. Введены в эксплуатацию новые мастерские. Наладки и регулировки радиоэлектронной аппаратуры и приборов, поверхностного монтажа, электромонтажная мастерская номер 2. В кабинетах отремонтирована система вентиляции, заменено электрическое оборудование, установлены пластиковые окна. А также постельные антистатические полы, приобретены современные паяльные станции и приборы контроля. Аналогичные установки, только более совершенные, более функциональные, установлены в цехах на Иларе. То есть это мини-цех Илара. Такие же абсолютно технологии применяются на заводе. Человек, пройдя подготовку здесь, придет на завод и, я думаю, просто не заметит разницы. Даже цвет стен в цехах на Иларе, он абсолютно такой же. В этой лаборатории проводится монтаж печатных плат на полуавтоматических установках. Затем элементы попадают в конвекционную печь, где паста припоя расплавляется и радиоэлементы прикрепляются непосредственно к плате. Очень нравятся станки, которые я увидел здесь первый раз. Раньше мы это все делали вручную, а сейчас это везде автоматы стоят. Очень нравится, что дрожжи по телу прям невозможно. За последние четыре года численность сотрудников Илары увеличилась на 500 человек. Руководство предприятия уверено, что потребность в кадрах будет увеличиваться и впредь. Поэтому выпускникам ЧМК на заводе будут только рады. Редактор субтитров А.Семкин